Музыка Меня зовут Пекур Виктория, мне 16 лет, я из города Чернигово. Я бы хотела работать в сфере журналистики и собираюсь выступать на журналиста. Всем добрый день, меня зовут Алина Некрасова, мне 18 лет, учусь я на ресторатора, но всю жизнь занимаюсь творчеством и продолжаю заниматься творчеством, моделингом, участием в конкурсах. Меня зовут Атрощенко Вероника, мне 17 лет, я живу в городе Чернигово, в будущем я хотела бы связаться с музыкой, ну, в вокальной сфере. Меня зовут Афтырженко Диана, мне 18 лет, я из города Чернигово и в будущем я хотела бы работать, наверное, в торговой сфере. Здравствуйте, меня зовут София Яковенко, я из города Чернигово, мне 16 лет. В свою будущую жизнь я хочу связать с дизайном, ну и, возможно, моделингом. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Ярышко, мне 19 лет, я из города Киева и я уже работаю в теле-радио журналиста на телевидении. Меня зовут Марина Демицкая, я из города Киев, мне 21, по специальности я менеджер ресторана и гостиничного бизнеса. Как вы считаете, готовы ли наши гостиницы для приема туристов или что-то надо в них изменить? Я считаю, что гостиницы, конечно, не все готовы. Гостиницы будут набирать обороты, так как и привлечение туристов в город, потому что это одна из сфер наполнения бюджета, привлечения туристов. Конечно же, любая политическая сила, любой мэр будет работать в этом направлении. Строить какие-нибудь мероприятия, которые привлекали бы туристов не только с Украины, а из других стран, фестивали различные, всевозможные программы, не только культурные, но и в сфере образования. Если глобально, то, конечно же, этим вопросом должен заниматься Ворсовет. Это люди, которые работают на благо нашего города, у них есть рычаги влияния, у них есть админресурс для того, чтобы сделать город привлекательным для туристов. У нас ресурсов за пешеходный мосток более достаточно для проведения таких фестивалей. Если бы реально этим занимались, и молодежь наша, потому что я знаю, что ревизентами выступали, реально было Чернигово, с миру по нитке, вот так вот. Выступали все волонтеры, мы привлекали джаз-бенды, приезжали очень известные коллективы. Тогда я помню, что к нам подходили и говорили о том, что это самое масштабное, что просто видел у нас Чернигов. Как на вашу думку, может в Чернигове, или на всей Черниговщине быть у нас так популярным экотуризмом, а именно велотуризм? На самом деле сейчас управление туризмом в Чернигове занимается очень плотно этим вопросом, и я тоже думаю, что скоро велодорожки у нас появятся. Сколько сейчас у нас в соцсетях есть фотографии из разных городов Европы, где на стоянке больше велосипедов, чем автомобилей. Это очень много людей. Этого нет только у нас, вот честно. Только в Украине их нет. Вы все ходите на природу, и вот последние пасхальные праздники, я думаю, вы все наблюдали, какое количество людей пытается поехать на природу, и что они после себя там тоже оставляют. И поэтому, естественно, для того, чтобы открывать такие парки, нужно сначала, чтобы вышли заинтересованные люди города, сначала мы сделаем это своими партийными силами. Но на самом деле, когда люди приходят и делают что-то сами своими руками, ставят лавочку или расчищают деревья, то потом как-то рука не поднимается, это все сломать или не убрать за собой. То есть каждому человеку мы будем рады, поэтому если у вас будет желание, у нас на нашей страничке «Удара» есть вся информация, и каждая пара рук нам будет помощь. Поэтому приходите, а потом вы сможете приходить туда с друзьями, со своими родственниками, или просто когда у вас появятся дети, со своими детьми.